140 километров, около двух часов пути. Краснодар-Архипоосиповка, один из самых популярных у туристов маршрутов на море. Эта же дорога ведет на Геленджик. По сравнению с прошлогодним летом, однозначно можно сказать, пробок нет. Как нет и реверсивного движения, на которое жаловались водители. Губернатор лично проверяет, что сейчас происходит на М4 Дон. К 15 июня на дороге должны были прекратить любой ремонт. Однако на обочине все равно встречаются рабочие бригады и техника. Мы сейчас с вами вместе едем от самого Краснодара, сейчас приедем в ЖУПК. Любое препятствие, любой лишний знак, любое ограничение на дороге, оно естественно снижает, снижает, снижает скоростной поток практически до остановки. Если поток стал, тогда зачем и к чему мы сегодня проводим много совещаний, что-то пытаемся объяснить, что-то пытаемся доказать, в чем-то заверить друга. Не надо заверять, мы тебе реально покажите результат на дороге, что сегодня техника ушла, рабочие ушли, но выполнив весь объем работы. Здесь работа идет в круглосуточном режиме, с освещением, то есть мы ночью не останавливаемся. Вот здесь реально объективная ситуация, что дорога могла вообще исчезнуть. То есть река подмыла, произошло проседание на полтора метра. В свою защиту руководитель Кубанского управления Автодора пытается объяснить, ремонт ведется не на проезжей части и не мешает движению автомобилей. Но звучит это больше как оправдание, особенно когда видишь огороженный кусок дороги. Оказалось, участок моста бетоном залили всего пару дней назад. У нас уже сейчас вторая половина июня, а вы только заливаете. Ну о чем мы говорим? Кто мешал и залить? Я еще раз подчеркиваю, в январе, феврале, в марте, в ноябре кто мешал и в октябре залить? Вы выполняли ту половину проезжей части. Каждый находит оправдание для себя, но те, кто по этой дороге едут, давайте остановим любую машину, никакого оправдания они не услышат. Понимаете, они ехали год назад, два года назад, в этом году будут ехать и опять М4 Дон в ремонте. Ничто не будет служить оправданием. Я еще раз подчеркиваю, коллеги, если не успеваете, не можете делать, то мне ничего не остается как сделать так, чтобы делали это другие. При этом в краевом управлении госкомпании на каждом совещании с губернатором обещали к началу курортного сезона закончить на трассе ремонт. Судя по всему, высокопоставленные дорожники не ждали сегодняшней поездки на море и даже не предупредили рабочих о визите губернатора. Поэтому те и рассказали все, что думают о своей деятельности. Что нужно для того, чтобы мы как можно быстрее сегодня завершили строительство или ремонт дороги? В день можно сделать, не торопясь, при правильной организации этого труда, можно сделать 50 кубов. Это однозначно. При правильной организации. А делаете сколько? Вот этот объект, куда мы это слаживаем, мы берем вот три метра оттуда, носим сюда, в руках. Вот что, видите, одна тачка. Сейчас на 16 человек. Одна тачка, два ведра. Нужен результат. А результат, наверное, все-таки здесь в организации самого ремонтного процесса. Вот в чем вопрос. А ремонтный процесс сегодня, я чувствую, он не то, что хромает, его здесь просто нет. Еще один участок, где есть риск появления пробок, 5 километров после архипа Осиповки в сторону села Возрождения. Дорога разделена бетонными блоками. Проезжая этот отрезок, автомобили сбрасывают скорость. В этом случае при интенсивном движении возможны заторы. Существующая дорога, которая есть вот на той половине проезжей части, она ниже, нежели та, которая устроена вновь покрытие. Соответственно, для безопасности дорожного движения мы разделяем эти встречные потоки. Но это, видишь, маленькое исключение из того, что с вами увидели. А в целом я хочу сказать, что вся дорога, у меня впечатление, что она вся в ремонте. И здесь не надо сейчас винить ни федеральные государственные предприятия, ни иные какие-то структуры. Есть участки, которые однозначно снижают пропускной режим, снижают скорость автотранспортного потока. И явно не вызывают положительных эмоций ни у жителей нашего окраина, ни у тех, кто к нам приехал, доходит на нашу побережь. После сегодняшней поездки по М4 Дон Вениамин Кондратьев намерен обратиться в Министерство транспорта России, чтобы уже там обратили внимание на то, что региональное управление госкомпании «Автодор» не выполнило договоренности по срокам ремонта участка федеральной трассы. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Архипа Осиповка.